Новый год к нам мчится! Здравствуйте, друзья! В эфире заключительная в уходящем 2018 году программа «Игра слов». Вместе с вами весело и задорно! В год провожают Евгения Головина, Артём Батрак и Владимир Гуч. И давайте уже начинать эта шампанская выдохница. Поехали! Матч Sky и ЦСКА, который прошел на футбольном стадионе, посетило огромное количество болельщиков, среди которых был Хабиб Нурмагомедов. Кстати, он болельщик ЦСКА. В своем инстаграме он оценил драку между Виктором Тихоновым и Павлом Корнауховым. Это, по-моему, твой эффект здесь. Это специалистов туда. А ну-ка, под шашку. Главное, чтобы после боя на зрителя не прыгали. На зрителя не прыгали. Если верить Хабибу, а верить ему, собственно, хочется всегда, то драка у зрителей вызвала огромнейший ажиотаж. Дальше цитата Хабиба. Хоккей очень интересный, тяжелый и конкурентный вид спорта. Но зрители вскочили со своих мест, когда двое игроков сняли перчатки и начали драку один на один. Ну, вы поняли, что сейчас в тренде. А хоккею тренд и не нужен. Немного переиначу классиков. Самая популярная игра с шайбой в мире и так имеет армию поклонников. Хоккейный клуб СКА разместил пост о том, что классика в Петербурге установила мировой рекорд. И вошла в Книгу рекордов России за наибольшее в мире общее количество зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течение одной недели на одном стадионе. На «Газпром-арене» на играх России и Финляндии из КЦСК присутствовал 139 151 болельщик. Именно это число и было зафиксировано в качестве рекордного достижения. Я обожаю такие матчи, потому что на них всегда царит особенная атмосфера. Кстати, друзья, рекомендую вам очень аккуратно провести новогодние каникулы, чтобы не забыть о еще одном большом событии сезона. Недели звезд континентальной хоккейной лиги, которая в этот раз пройдет в Татарстане. А я вот, например, уже начал готовиться. И давайте прямо сейчас я похвастаюсь. Смотрите, что у меня есть. Ну, во-первых, во-первых, конечно же, шайбы. Слушайте, ну просто без шайбы никуда. Смотрите, вот здесь вот такая эмблема. Здесь вот так вот. Ну и, друзья, конечно же, куда без этого, куда без главного, пожалуй, самого желанного приза? Это, конечно же, с обратной стороны, дорогие друзья. Вот так, вот так. А есть ли что-то у вас, мои коллеги? Нашел, чем похвастаться. Мы тоже хорошо подготовились. Маечку он показал. А где шапочка зима? Все-таки у нас сейчас наступило. Так что надо утепляться. Надо утепляться. Ну и, в общем, Батрак ничем не удивил, потому что у меня точно такой же свитерок есть. Кстати, видите, он весь в зеленом цвете. Хозяйская команда, которая в любом случае будет фаворитом всего матча звезд. Меня выбрали, да. А где кепочка? Пожалуйста, вы утепляйтесь, а я уже готовлюсь к лету. И у меня вот такая замечательная кепка All Star Game. В таком немножко даже, я бы сказала, рэперском стиле, но почему нет? И, собственно говоря, что тут удивлять? Первый свитер в моей коллекции. И сразу же с All Star Game. Белый цвет замечательный. Дивизион. Какой у нас дивизион Чернышева? Головин А. Автомобилист патролил в своих социальных сетях авангард. Два клуба, которые являются законодателями мод не только на Востоке и во всей лиге, но еще и во взаимных интернет-подколах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это видео стало достойным ответом на распил рогов, который устроил Авангард. Привью к одному из матчей оказывается, дорогие друзья, лосито весьма злопамятное. Последний домашний матч в 2018 году болельщики в Астане ознаменовали ярким мешкопадом. В восторге от этой благотворительной акции не только сами болельщики и хоккеисты. Даже тренерский штаб во главе с Андреем Скобелкой не скрывали улыбки и хорошее настроение. А Игорю Бабкову, воротарю ястребов, подарили мини Бабкова. Болельщики Ольга и Софья Боткины связали вот такую красоту и подарили Игорю. Ну и по традиции в нашей программе самые интересные и необычные моменты матчей, которые случились на минувшей неделе. И начинаем наш обзор с игры Авангард Северсталь. Остановимся на хитрике Ильи Михеева. Сделал на его в течение 4 минут и 22 секунд, забросив при этом в большинстве, в меньшинстве и в равных составах. Хитрик это всегда приятно, но еще приятнее, когда шайбы красивые и разноплановые. И что еще отрадно, это то, что на лед полетели кепки, шапки и так далее. Ну правда не те, которые мы вам анонсировали, которые будут на матче звезд, потому что это случилось все-таки до того, как еще вышла атрибутика. Тем не менее они полетели и отрадно, что у нас поддерживают такие традиции. Кепки, шапки и бирки. Ну а дальше идем уже в Казань, где Акбарс принимал Челябинский трактор. И здесь, если мы говорили про Михеева, он забросил 3 шайбы ворота соперника, то здесь несчастный пол-Чихура забросил тоже 3 шайбы, но причем 2 из них в свои ворота. Вот так вылетела первая. Зарипов простреливал, попал в конек Чихури и шайба влетела в ворота. Кстати, через несколько минут Чихура уже забросил вторую в ворота соперника и вот вроде бы отыгрался, но неудача постигла его в концовке первого периода. Бросок от синей линии. Представляете, Чихура хотел поймать шайбу, но у него это делать не получилось. Она задела его крюк и влетела прямо в девятку в ворот Василия Демченко. Хотел как лучше, получилось как всегда. Кстати, это уже не первый случай по ходу нынешнего сезона, когда игрок сразу 2 шайбы отправляет в свои ворота. А вот этот эпизод мы характеризуем как ограбление века. Ну правда, очень забавная ситуация. И ну вот, что здесь делать? И самое главное, когда клюшка застревает в коньке, вот очень трудно заскочить на скамейку свою, да или штрафников. Здесь не важно, в каком направлении отправится в воротарь, ну или полевой игрок. Дальше о делах молодежной хоккейной лиги. И посмотрите, вот такая потасовка произошла в матче белоглубых и китайского Кунь-Луня. Причем, что удивительно, здесь воротарь Кунь-Луня Филипп Красановский подрался. Причем подрался полноценно с полевым игроком соперника, а не с воротарем враждующей команды. Драка получилась очень длинной, очень долгой и, конечно же, запомнилась многим. Ну, как мне кажется, вот за это многие и любят молодежный хоккей. Там все-таки вот такие ситуации встречаются чаще. Интереснейшую тему для своего ретро-матча выбрал Челябинский трактор. Поклонникам бригады, бумера и лихих 90-х посвящается. Куда едем? В 90-е. Киди диск! Стоп! Стоп, снято! Приходите к нам на денюху. Как эта штука выключается? Красавчики! Предлагаю вернуться к новогодней теме. Канун праздников, время подводить итоги. На днях руководители Санкт-Петербурга наградили лучших спортсменов и тренеров города. В их числе нападающий Sky сборной России олимпийский чемпион Александр Барабанов. Форвард был отмечен знаком лучшей в спорте и благодарственным письмом. В перерывах между матчами хоккеисты и тренеры Авангарда решили поучаствовать в совместном мероприятии. Вместе со своими женами и детьми устроили массовое катание на льду арены Балашиха. Своего рода сплочение команды по ходу сезона. Авангард тем временем продолжает исполнять желания болельщиков. На этот раз в роли бородатого, доброго дедулей выступил Антон Курьянов, проведший мастер-класс. Поехал, передачка, бросок. Все отлично, все ребята позитивные, положительные эмоции. Самое главное, что они любят хоккей и переживают. Спрашивают про Авангард, когда вернется. На самом деле все круто. Всегда смотрю хоккей и слежу за Авангардом, за матчами. Уже более 20 лет. Мое новогоднее желание было, чтобы Антон Курьянов провел мастер-класс с нашей командой. И вот он осуществляется. Я очень счастлив, рад, благодарен. А вот хоккейный клуб «Амур» радовать своих болельщиков подарками не спешит. В связи с этим соответствующая реакция. Предлагаем вам женский взгляд на проблему. Кстати, видео выложено с хэштегом, как он говорит. Смотрим. Привет. Сегодня «Амур» проиграл московскому «Динамо». Хотя при таком подходе к игре и к болельщикам еще неизвестно, какой из клубов стоит называть «Динамо». Подруга мне сегодня говорит. Зато как красиво «Амур» играл. Так хоккей – это не чирская порнуха. Тут не важен красивый процесс. Тут важен путевый результат. «Амур» уже для меня – это муж-алкаш. Вроде и любишь, вроде и мужик в доме, а толка ноль. Плюс еще и деньги каждый год выносит из дома на абонемент. Можно уже было плюнуть да загулять с соседом морячком. Но сосед морячок – такой же алкаш. Плюс у него еще и меньше очков в турнирной таблице. У этого хотя бы хоть и съемная, но хата в центре города. А у морячка коттеджик за городом. Нам еще предстоит игра с «СКА» питерским в этом году. Поэтому, я надеюсь, все плохое у нас останется в 2018-м. Болейте за свои. Да, друзья, жестко, саркастично. Возможно, даже по делу. Тем не менее, Новый год – это добрый праздник. Давайте будем добрее друг к другу. У нас на этом все. Веселых вам праздников. Подарков от Деда Мороза, любимых клубов и, конечно же, молодежной сборной России. Верим в чудеса и увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!